Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На телеканале «Союз» церковный календарь. Сегодня среда, 20 января по новому стилю или седьмое по старому. День постный. Сегодня совершается попраздненство Богоявления и празднуется собор пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, говоря сегодня о святом предтече Господа Иоанне Крестителе, мы будем учитывать, что его памяти посвящен целый ряд церковных праздников. Отдельно зачатие, отдельно Рождество святого пророка, собор Иоанна Крестителя, усекновение главы и несколько праздников, связанных с обретением и перенесением его мощей. Каждый из праздников имеет свои характерные особенности и акценты. Что означает слово «собор» в названии праздника? Когда мы отмечали Рождество Христово, то на следующий день следовал собор Пресвятой Богородицы, в который входила память Дев Марии, память святого Иосифа Обручника, царя Давида, предка по плоти Господа Иисуса Христа, и святого Иакова, брата Господня, сына от первого брака святого Иосифа Обручника. То есть святых людей, так или иначе связанных с событием Рождества Христова. На следующий день после празднования праздника первоверховных апостолов Петра и Павла празднуется собор славных и всехвальных 12 апостолов, то есть праздник расширяется от 2 до 12 апостолов. А на следующий день после Сретения Господня мы вспоминаем праведных Симеона Богоприимца и Анну Пророчицу. Снова тех святых персонажей библейской истории, что были непосредственно связаны с предшествующим праздником. Такова логика нашего церковного устава. На следующий день после Большого Церковного Торжества вспоминаются непосредственно приближенные участники священных событий. Но сегодня собор Иоанна Предтечи имеет еще одно значение, как пишет святитель Дмитрий Ростовский. Итак, тотчас после праздника Крещения Господня собор напочитается и прославляется песнопениями Креститель. Само же слово «собор» означает, что народ собирается в церковь для совершения богослужения в честь и похвалу прославляемого ныне Великого Предтечи и Крестителя Иоанна. А значит, в данном случае это наш собор, наше собрание, чтобы поразмышлять о роли святого пророка в жизни Церкви. Как мы уже отметили, сегодня мы не будем говорить о зачатии и Рождестве пророка, о его трагической кончине. О событиях самого Крещения Господня мы уже неоднократно слышали в последние дни от авторов других программ нашего телеканала. О чем же мы тогда будем говорить? Братья и сестры, давайте мы с вами поразмышляем о том, что такое быть Великим Человеком, что же такое быть Предтечей Господа. Сам Господь Иисус Христос говорит, что из рожденных с женщинами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя. Характеристика эта просто поражает. Вся история человечества не давала большего праведника мужского пола, нежели Иоанн Креститель. Почему говорим о мужском поле? Потому что в это же время жила и Пречистая Дева Мария, но о ней мы еще много раз будем говорить отдельно. Братья и сестры, чего уж греха таить, в каждом из нас сидит маленький и гордый Наполеон. Каждый из нас поражен грехом, а значит, гордыня регулярно напоминает нам, что мы-то не такие, как все, мы-то лучше других. И как жаль, что люди-то вокруг не ценят нас по достоинству, а таланты-то у нас какие, да вот только реализовать нам их не дают. А вот если бы стать великим человеком, ах, как будут тогда нас почитать, как к нам будут прислушиваться. В общем, стандартный набор мании величия. И она свойственна всем нам, по мере гордыни, не смиренной послушанием и любовью. Давайте же посмотрим, как выглядело величие самого выдающегося человека Ветхого Завета. Жизнь в пустыне, в жаре днем и на морозе ночью, ношение жесткой страшной одежды, очень скудное питание редкими каплями дикого меда и насекомыми. О чем же была его проповедь? И даже проповедь его была не о самом себе. Он лишь говорил, что всем нужно покаяться, а также о том, что идет за ним сильнейший его, у которого он недостоин, наклонившись, развязать ремень его обуви. Вот такой образ величия. Ничего не имел и даже говорил не о себе. Кто-нибудь из нас хотел бы такого величия? Сомневаюсь. Нам бы потеплее, да посытнее. Братья и сестры, глядя на святого пророка Иоанна, мы снова и снова возвращаемся к теме внутренней силы человека. Сила и величие личности не в том, что он имеет, а в том, от чего он может отказаться ради другого. Можем ли мы пожертвовать своими силами, своим временем ради наших близких, а иногда даже здоровьем, свободой и жизнью? Святой Иоанн Креститель отказался от всего ради Господа. Он знал, что его миссией является приготовить путь самому Мессии. Ради этого подвига он отказался от имущества, от всех мирских привязанностей, от семьи, от славы, а в конце своего земного служения от свободы и даже от своей жизни. Конечно, братья и сестры, очень мало кого избирает Господь для такого рода служения. Именно их мы именуем мучениками, преподобными, святителями и просто праведниками. Нашим же главным делом на пути духовного совершенствования является уяснение первой заповеди блаженств. Блаженны нищие духом, яко тех есть Царствие Небесное. Мы, люди, не имеющие каких-то чрезвычайных духовных дарований, сперва-наперво должны именно это и уяснить. Господь всех нас зовет в Царствие Небесное, и для того, чтобы в Него попасть, не нужно быть вундеркиндом. Надо лишь признать, мы совершенно не имеем перед Богом никаких заслуг и талантов. Надо просто трезво посмотреть на свое положение, отказаться от иллюзий и воздушных замков, построенных у себя в воображении. Надо стать собой. Да, ничего мы от Бога не заслуживаем. Заповеди исполняем через раз, если и так-то исполняем. Но мы надеемся на Господа, учимся любить Его и всех наших ближних. Да поможет нам в этом святой пророк и предтеча Господа Иисуса, Иоанн Креститель. Святый Иоанне Крестителю, моли Бога о нас. Всего вам доброго, дорогие телезрители. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok